Музыка 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 Здарово рибетня Извините что в прошлый раз серия кончилась так неожиданно Просто я решил поделить ее на две части В первой части, как вы могли помнить, я показывал и рассказывал о подкапотке, что с ней стало спустя 4 месяца И также затронул, как я подключал свои дневные ходовые огни от замка зажигания И в этой серии я хочу вам показать, как я поставил плафон от Chevrolet Lanus Забегая вперед, хочу сказать, что именно он сейчас меня подсвечивает, чтобы вы меня хорошо, прекрасно видели И в этой же серии я покажу вам, как я поставил, или вернее сказать, установил накладки на пороги Эти вот пластиковые заводские на шлепке Потому что я переваривал пороги, соответственно, у меня дырки все пропали И пришлось их потом устанавливать Но я их не просто привинчивал на саморезы, либо на двухсторонний скотч А именно сверлил отверстия и делал все по уму, чтобы в дальнейшем это все можно было легко и быстро снять Потому что планируется грандиозная работа по их доработкам Но все это вы увидите в этой серии Так что готовьте вкусняшки и продолжаем выпуск Видите, что много болтаю, просто рассказываю все как есть, потому что давно не снимал видосы Также по салону я показал, что приобрел приора 2 накладки Гранта зеркала, ну покажу чуть позже В предыдущем видео показывал, что я подключил кнопки Это получается кондиционер и омывайку передних стекол, ой, фар И теперь у меня полностью все горит То есть подсветка, я их подключил, они правда не активны Потому что конди у меня будет, а эту кнопку на что-нибудь сделаю Потому что омыватель фар я ставить не собираюсь Теперь я планирую поставить плафон от Ларгуса Или как его там, а, от Ланоса Купил я уже для него вот такие вот диодки с радиатором Отдал за это дело 350 рублей, капец, конечно, дорого Хотел поставить, как у меня в большом плафоне, вот в этом вот Эту большую квадратную диодку, ну там много диодов, платформа с диодами Чтобы освещало очень много пространства Вот, теперь я буду переделать этот плафон То есть уже я начал переделывать Сейчас купил вот разъемы Чтобы пустить отсюда еще третий провод Подключить еще вот эти два провода штатные Чтобы, когда я открываю двери, у меня загорались оба плафона И, соответственно, уберу минус бортовика Сразу на двери подключу, чтобы не зависела вот эта вот подсветка от бортовика Потому что у меня загорается только когда включено зажигание Но это вообще не дело По-дурацки не знаю, кто это придумал Ставится будет это все за место вот этого соска Вот сюда Встает он идеально То есть ставить я буду его вот так Потому что я уже его подрезал Имею ввиду плафон Все, встает как родной Вот Так вот я его подрезал Ну, в принципе, пока рассказывать я не буду про это дело Потому что на драйве полно про это тем И даже есть уже видосы И, кстати, я не просто так его буду ставить Я еще сделаю в аквапринт Как у меня сделано здесь И на половине моего салона Отполирую эту часть, чтобы он был как новый блестящий Поставлю диодки туда Ну и как бы сделаю гравировку Потому что я его переверну И сделаю в другом месте гравировку На включение-выключение Вот По плафону, в принципе, все По салону ничего особо не изменилось Поменял я бархотки, наконец-то Это вот эти вот резинки на стеклах Потому что невозможно было найти в Тегиле И покупать новые 200 рублей за штуку Это просто грабеж Благо Челик у меня новый крышок появился Он хотел 11 Мы купили ему 11 И Попутно я нашел еще 11 Которые разбирались И успел ухватить у него бархотки Вот Теперь у меня не десяточные короткие бархотки стоят А именно 11 Сегодня я еще хочу также поставить пороги Хотя бы прикрутить пластиковые Вот эти вот на шлепке Которые у меня, кстати, если Ну То помню Были Только крашены в цвет Которые успешно опять же раздолбались И Получила, кстати, еще новые пороги Такие более толстые И когда машина вот опускается до такого состояния Порог просто ложится на землю То есть Позже я вам покажу В этом выпуске я постараюсь просто хотя бы на шлепку поставить Хватит болтать Пора действовать В принципе, показал все, что хотел Вот на таком вот красивом фоне Сейчас поеду домой Буду ставить накладки порогов Ну, как вот эти вот пластмасски обычно заводские В принципе, я уже померил Вместе их с тюнячьими порогами Просто тюнячьи пороги ставятся поверх вот этих пластиковых порогов А тюнячьи пороги еще их надо укорачивать Потому что у меня кастом на передние крылья Сзади вырезано И все это дело мешается И первым делом я На шлепке приделаю И уже по ним там будем ориентироваться Потому что мне нужно, чтобы пороги были быстросъемные Опять же, повторюсь Она с ними ложится буквально до асфальта И в случае чего Чтобы мне можно было быстренько подсунуть домкрат Вот, опять же, надо все решать В сторону еще практичности Продолжение следует... И да, кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм И на мою группу вконтакте Все ссылки указаны под видео в описании Так что переходите, подписывайтесь Следите за моими сторисами и фотографиями Именно там Хочу показать промежуточный результат Вот уже поставил плафон Вчера оттер его бензином Еще дополнительно А также оттер внутри рассеиватель Нужно его, конечно, полировать Потому что он весь в царапинах Прямо видно Но я буду делать его под такой же карбон Имею в виду вот эту часть И заодно как раз мне полирнует отражатель Ну, рассеиватель Не суть Поставил также туда лампочки Заменил Купил за 350 рублей Вот лампочки Вот такие вот Прям светят Супер, я могу сказать Вчера не забыл показать Потому что не успел Заморочился здесь с проводкой Вот Снял тут стойку Хотел подключиться здесь Но у меня здесь настолько Все грамотно сделано Все уложено Поэтому надо будет Под блоком предохранителя Все это дело искать Чтобы подключиться Вот Покажу вечером Как светят лампы Прям, блин Они светят бомбу Особенно вот этот Плафон Он освещает Прямо все пространство Перед Ну, все переднее пространство Пассажира и водителя А задний Как бы, ну Туда особо свет не попадает Зато задний плафон Он как бы тоже Чисто для задних пассажиров И такое вот разделение Получилось Прям бомбово Вот Тут я мучаюсь с проводкой Потому что Я делал сюда штекеры Ну, я вчера показывал И подключался я К штатной проводке А также вот один провод Мне сейчас осталось Запараллелить С центральным плафоном Там идет, получается Черно-белый Или бело-черный Там не суть Черный с белой полосой Вроде как Вот к нему Нужно мне подключить Отсюда Центральный разъем Это когда При открытии двери Загорается подсветка В салоне Думаю Опустить провод Здесь И подключить его Где-то здесь Ну, либо Вот В этом месте Чтобы у меня Вот сюда проводка Шла к плафону И от этого Плафона С С датчиком температуры Свояка сошла То есть Сделал все по уму По грамотному Красиво Чтобы потом Здесь тысяч проводов У меня по разному По разным местам По потолку Не было Вот такое чудо-юлое Тут наделал Провода Конечно Я оставил длинные И сейчас Думаю Что буду укорачивать Вот прям Ну, сколько Ну, штекер Чтобы если начинался То хотя бы Вот отсюда Потому что Ну, это слишком много И вот эту всю Билибертню Туда запихивать Это просто Ну, оно влезает Но все равно Некрасиво Как бы Не хочешь Чтобы столько лишнего Болталось Как бы Да, удобно Монтировать Демонтировать Но все равно Такая коса остается Надо хотя бы Вот реально В раза два Покороче Да, сделать Это просто Даже удобнее И как-то для меня Кажется Эстетичнее Победил я Эту систему Гребаную Теперь у меня Работают нормально Два плафона Подсоединился Вот здесь На стойке Вот таким образом Потому что У меня здесь Все качественно Я уже Как сказал Заизолировано Теперь Включаем зажигание Потому что Нужно Чтобы бортовик Включился Все Пожалуйста Плафон Загорается Выключается Три положения Также Задний Плафон Включается Уключается И открываю Дверь Загорается Оба плафона Одновременно Теперь Надо сделать Чтобы Без Бортового Компьютера При Отключенном Зажигании Просто Когда открываешь Дверь Загорались Оба плафона Надо найти Этот Лошедный Проводок И подключить На постоянный Минус Просто Ебать Светло Как днем Нахожусь Сейчас В детейлинге Ребята Оставили Мне одного Уехали Куда-то Ненадолго Но не суть Занимаюсь Сейчас 11 Прикручиваю Пороги Родные Накладки Замучился Конечно Без шуруповерта Вручную Вкручивать Но Мне хотел бы Сейчас Сделать Отверстия Подкрасть Их За Мовилики Какой-нибудь Смазкой Набить Туда Закрутить Нержавеющими Болтами И Потом В дальнейшем Когда уже Я подгоню Пороги Потому что Надо будет Все Делать Крылья Передние Подгонять Чтобы Тоже Вкрутить И в задние Арки Вкрутить Это Надо снимать Колеса Короче Геморрой Еще будет Достаточно Вот Снял Свой Инстаграм Потом Что Мне Надоел Приклеил Новую Наклеечку Свой Логотип Вот Из Такой Красивой Пленочки Снял Еще Тут Старую Наклейку Свою Ну Вот Так Еще Блин Конечно Заметь Уже Рамку Эту Позорную Тут Убрал Инстаграм Добавил Наклеечки Не Смотрится Конечно Бомбово Вот Сейчас Раз я в детейлинге Попробую Еще Самостоятельно Пройтись Торнадором По дверным Картам То есть У меня Раз Алькантара Вот Эти места Очень сильно Запачкались Ну Как видите Окно Открываешь Все Капает Вот Это Разводы Это Потому Что Я Полиролю Проходился И Сейчас Вода Накапала Поэтому Такие Разводы Вот На Пассажирский Так Вообще Все Страшно Это Это Получается Когда Мне Мыли В Тагиле Машину На мойке Попадал Ну Пороги Промывали Дверные Проемы Грязь Попадала Что на сиденье Что на дверные Карты И Вот Пытался Что-то Оттереть И В итоге Получились Одни Разводы Поэтому Торнадором Думаю Сейчас Это Все Дело Уберется Ну Блин Пока Тренинги На халяву Самостоятельно Можно В принципе Это и Сделать Детейлингом Вот Что получилось С дверной Картой Конечно На камеру Она более Такая Бежевая Но Все равно Результат Очень сильно Виден Даже Если он Взять Как у меня Водительская Но в принципе Водительская Не такая Грязная Была Как Пассажирская Не знаю Почему Вот Задняя Просто Почищу Не снимаю Ручку Потому что Они Тут Они Грязные И Сколько Подлезу Под ручку Столько В принципе И нормально Будет Времени У меня Сейчас Немножко Сделаю Зад Съеду Обновлю Карточку Потому что Шлагбаум Начался Бесплатно Обновлюсь И заеду Как раз Жопой Чтобы Очистить Ту Сторону И снова Я К сожалению В прошлый раз В детейлинге Не получилось До конца Завершить Начато Удалось Мне Просверлить Только Два Отверстия И то От руки Вонзая Саморез Отверткой Я На тот Момент Дико Устал Потому что Начала Сильно Болеть Рука И Было Попросту Неудобно Уже Потому что У меня стояли Мои большие Колеса И Место Куда Мне нужно Было Пролезть Еще Просверлить Чтобы Два Отверстия По краям То есть В переднем Крыле И в заднем Окорочке Было Просто Ну Невозможно И Не было Там Ни шуруповертов Ни сверел И я Свой даже Не взял Поэтому Удалось Мне наклеить Только Наклейку Но Вчера Наконец-то Спустя Уже Только Неделю Я Поставил Эти накладки И сейчас Вам покажу Что у меня Получилось Забегая Вперед Скажу Что Дел Все Максимально Грамотно Это Просверлил Отверстия Шуруповертом Со сверлом Подкрасил Сразу же Это все Дело Чтобы не ржавел Он соответственно Еще помыл Перед этим Почистил Чтобы все было Аккуратно И все на чистовую Делать Вот Подкрасил И посадил Все на шурупы Вот эти вот Салонные Или как их там Винтовые Вот они По-моему Из нержавейки Идут Ну По крайней мере Они ржавеют Меньше Чем Всякие там Обычные Саморезы Либо болты Идил На солидол И даже Умудрился В задних Корочках Поставить Закладные Ну Соответственно Вы сейчас Все увидите Кстати Не забывайте Подписываться На инстаграм На мою группу Вконтакте Потому что Туда постоянно Выкладываю фотографию Что я делаю По машине Ну и так же Почу Сторис В инстите Чтобы Развеселить народ В конце концов И Показать Чем В данный момент Я занимаюсь Гробанный дождь Как всегда Все испортил Ну Ладненько Вот Как это дело Выглядит Кстати Вот Заводские Нашлепки Сейчас Конечно Еще Включу Свет Чтобы Показать Ну А так Вот Как Это дело Смотрится Но Обычные По заводу Я не стал Брать От приоры Потому что Они мне Не нравятся И там Еще больше Отверстий Делать Как бы Нафиг Оно мне Нужно Давайте Сейчас Включу Свет Вот Короче Включил Свет Вот Смотрите Про это Отверстие Говорил Которое Я смог Сделать От руки И посадил На винтовой Как видите Он еще В солидоле Вот И так же Я еще Просверлил Здесь Отверстие И посадил Даже Ну давай Фокусируйся Ну видно На вот эту вот закладную и вкрутил сюда тоже вот этот винтовой шуруп от обшивки и теперь у меня порог лежит плотно здесь я не стал клеить на двухсторонний скотч а просто загнал под резинку вот эту вот пластмасску так-то она ставится между кузовом то есть вот на что ложится резинка вот на этот выступ он к нему прикладывается и уже тогда резинкой прижимается но это надо снимать вот эти накладки это очень муторно а мне нужно чтобы это все было быстросъемно допустим я вышел за машин надо сдам крате что-то я быстренькость резинок вытащил пластмасску и открутил 3 шурупа или как там винта на крестовую отвертку здесь конечно же я чуть-чуть подклеил буквально здесь кусочек маленький здесь кусочек чтобы ну не так сильно брякала в принципе она тут не особо задевает он даже обыскалах и не задевает это вот я усилия предлагаю я уже поездил они не брякают ничего не делают и даже не цепляют двери как у меня было в прошлый раз до всего этого дела вот а двухсторонний скотч я использовал чтобы чуть-чуть их ну зафиксировать вот здесь конечно на колхозе упор слишком большое отверстие потому что есть на краешке шпаклевка и было не очень удобно и подсовывать шуруповерт то что выбора не хватало колесо слишком близко находится но удалось сделать как-то так в любом случае в дальнейшем и крылья будут пескоструить переваривать и снова шпаклевать и красить так что здесь сделал меньше отверстия и также закручу на винтовой этот шуруп или как его там вот но здесь в любом случае сделала также просверлено подкрашено и сделано на мавиль войне на мавиль а на солидол посажена вот с этой стороны будет лучше видно вот тоже на крестовой вот вот тут черненький как раз его не видно сделано специально с таким загибом потому что у меня крылья короче чем родные где-то ну на сантиметра четыре или три вот в дальнейшем с чуячими порогами я столкнулся уже с этой проблемой потому что они идут аж вот до сюда как то есть ну родные пороги а мне их надо будут укорачивать и поэтому мне пришлось срочно порядке подгонять штатные эти нашлепки здесь абсолютно аналогичная система также все под резинку также на двух сторон скотч только спереди ну под передней дверью повод по краям сзади также здесь на закладную и также отверстие на солидольчики плюсом с подкрасом все сделано максимально качественно вот здесь только у меня почему-то выскакивает начала не хочется загоняться но это ладно сейчас решу проблему вот еще вот но машина в принципе стала с ними во много лучше выглядит особенно когда поставлюсь суетячие пороги она будет просто ложится на асфальт с ними вот прям вот клянусь ну тут в принципе тоже зазор то осталось пальцев три наверно ну да вот в три пальца ложится она конечно это немного нужно по чтобы совсем выложились на пороге но на пороге она будет ложиться с тюнячьими а тюнячьи у нее будут не простые а с небольшим выступом во внешнюю сторону но фотография конечно же приложу как это будет сидела выглядит вот ну поэтому как-то так считаю что вполне нормально этого всего не видно будет потому что у меня колеса же выступают когда муж напускаю мне колесо просто так вот ложится ну арка ложится на резину или вернее даже кузов и все это дело закрывают и как вы можете видеть вот вам верит видна вся ширина машины как она выглядит на штампах и без штампов вот и это кстати 15 штамп и все-таки удалось мне купить 15 штампу потому что не забывайте что у меня стоят много что все равно стоят 15 дисковые тормоза на морде и вот это для меня большая проблема чтобы случае чего у меня были подменки заместо моих штатных колес ну как штатных моих дисков этих единственных пришлось срочно купить подменки и сейчас я как раз типа в отпуске переделываю там немножко колеса еще резину у меня потому что кончилось и мучу тут стилек потихоньку вот и чтобы сотрудников не было вопросов что у меня за большие диски а вот мог спокойненько гонять на жире ну вот так сожалению подошел этот выпуск концу не знаю что буду делать уже в следующем видео но постараюсь обязательно что-нибудь придумать и как можно чтобы быстрее он вышел но вы в свою очередь чтобы меня подбодрить обязательно подпишитесь на мой инстаграм и на мою группу вконтакте в которой выпускаю видосы и все фотографии по моим проектам то есть в основном это сейчас по спаржи и выпускается и обязательно подписывайтесь на мой youtube канал это мне поможет сильно в продвижении ну и соответственно комментируйте ставьте лайки и делитесь видосиком можете раскидывать куда-нибудь по группам это поможет мне сильно в продвижении соответственно контента будет больше он будет еще интереснее ну и проект тоже будет во много сильнее продвигаться и возможно когда-нибудь у меня будет очень много проектов и все будут разные и все будут уникальные по-своему такие вот мечты но мы увидимся уже в следующем выпуске так что всем до встречи и пока у Продолжение следует...